Вы живете в России, а значит, увы, вы скорее всего дышите загрязненным воздухом и пьете воду с кучей вредных примесей. И вы беситесь и говорите, но почему государству на это плевать? Досмотрите до конца этот ролик и узнаете. Ведь любая российская проблема упирается в коррупцию. В Норильске произошла ужасная экологическая катастрофа, крупнейшая за всю историю Арктики. Масштаб ее такой, что Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Нужно признать ситуацию ЧС федерального характера. Хорошо, значит, я с вашим предложением по поводу объявлений ЧС согласен. Оцените, из-за эпидемии они это не объявили, а здесь да. Ну то есть это реально огромная катастрофа. Что же происходит на месте? Конечно же, чиновники пытаются все скрыть, но ситуация дошла до того, что даже некоторые из них не выдерживают. Сотрудник Норильского природнодзора, оказавшийся первый на месте аварии, записал даже 40-минутное видеообращение, где рассказывает о том, как его сначала не пускали. Потом не брали его акты осмотра. И в конце концов его просто отстранили от проверки. И он прямо говорит, что сейчас его коллеги совершают служебное преступление. Ну я считаю, что это преступление против наших детей, внуков, вообще против жизни человека на планете. То есть орган, который отвечает за расследование экологической катастрофы, занимается тем, что скрывает следы экологической катастрофы. И в контексте этого очень интересно, что глава Росприроднодзора Светлана Родионова, как сообщают нам СМИ, прилетает в Норильск на люксовом бизнес-самолете, принадлежащем предприятию Норильский Никель. Тому самому, по вине которого в Российской Арктике сейчас текут реки, вода в которых горит. Вот набираю. Мочим. Вот горит. Уже, как минимум, странно. Едет проверка, которая может оштрафовать олигарха Потанина, ему принадлежит Норильский Никель, на сотни миллиардов рублей. И почему-то эта проверка летит на частном самолете, принадлежащем олигарху Потанину. И мы в ФБК решили подробнее познакомиться с этой прекрасной дамой, Светланой Родионовой, начальницей Росприроднодзора. Ну и вас тоже познакомить. Уважаемые друзья, я предлагаю начать нашу встречу. К своему удивлению, мы сразу обнаружили, что Роскомнадзор о ее репутации волнуется не меньше, чем о репутации, известной на Иле Аскерзаде. По решению судов заблокировано более ста сайтов о, казалось бы, никому неизвестной и неинтересной чиновнице Родионовой. Сам тот факт, что она реально никому неизвестна, это огромное недоразумение. Это женщина, которую большинство из вас видят впервые, главный в стране человек по экологии. Если экология вам кажется чем-то абстрактным, ну что там какие-то птички, рыбки и бабочки, то давайте простыми словами. Мусорные свалки, что в Подмосковье, что знаменитые типа Шиеса, это ее зона ответственности. Черное небо над Красноярском и миллион задыхающихся каждую зиму горожан, это тоже ее вотчина. Оттравленная вода в Челябинске, скандал с китовыми тюрьмами и издевательствами над животными, это тоже к ней. И сейчас река, в которой находится 20 тысяч тонн дизельного топлива, в которой скорее всего умрет все живое на следующие десятилетия, это тоже к нашей сегодняшней героине. Из-за одних только мусорных скандалов в России прокатились волны протестов. Чудом не разбился пассажирский самолет и слетели с постов два губернатора. Об этом мы все слышали и хорошо знаем, а о чиновнице, которая отвечает за то, чтобы всего этого не было, мы ничего не знаем. Сейчас поправим. Никита, заставай. Итак, Светлана Геннадьевна Родионова. Молодая чиновница со впечатляющей карьерой. В 99-м году она начала работать в прокуратуре. Сначала в подмосковной, потом в московской. Работала в следственном комитете, референтом и главой инспекции. Потом заместительницей начальника Ростехнадзора, где она курировала нефтяную отрасль. А в 18-м году вышла на ту должность, которую занимается сейчас. Она возглавляет Росприроднадзор. Ведомство это осуществляет контроль в сфере природопользования и следит за охраной окружающей среды. Я не политик. Я ко многим вещам, наверное, не так, чтобы готова. Абсолютно идеальная, дистиллированная чиновничья карьера. В 22 года она заступила на госслужбу. Больше нигде ни одного дня не работала. И ее декларация этот образ полностью отражает. В последний доступный за 17-й год мы видим доход 400 тысяч рублей в месяц и скромную квартиру 60 квадратных метров. Больше ничего. Ни дачи, ни автомобиля, ни какого-то паранормального дохода. Живет человек на зарплату. Наша скромная Золушка. И семья у нее такая скромная-скромная. Родители пенсионеры. У отца была кулинарная лавка. Младший брат Светланы, Григорий Родионов, тоже был назначен на должность прокурора западного округа Москвы. В 33 года. И у него тоже нет богатой супруги или каких-то там подозрительных миллиардов. Только прокурорский доход. 150 тысяч рублей в месяц. И вот единственный какой-то другой странный человек, с которыми СМИ упорно и постоянно связывают Родионову, это тоже слуга народа. Антон Алексеевич Устинов. В начале 2000-х он работал, кстати говоря, вместе с Мишустиным, в федеральной налоговой службе. И прославился тем, что участвовал в деле ЮКОСа. Потом был личным помощником Сечина. А после этого стал вообще советником президента Путина. Он курировал проблемы топливно-энергетического комплекса. Они, видимо, так сработались с Путиным в тот момент, что в 16-м году Устинова назначили представителем правления СУГАЗа. Это такая хитро украденная у Газпрома страховая компания, которая теперь принадлежит племяннику Путина и путинским дружкам Ковальчукам. Ну так вот, в СМИ упорно пишут, что Родионова обязана своими карьерными успехами именно Устинову. Мы не знаем, насколько это правда, но можем подтвердить, что их связь не ограничивается учебой. А 25 лет назад они учились в одном Саратовском университете. По информации новой газеты, Родионова и Устинов регулярно куда-то летают вместе на самолете. А мы, к своему удивлению, обнаружили, что отец Родионовой зачем-то публикует ссылки на фотографии Антона Устинова в Одноклассниках. При этом жена у Устиновой есть. Ну, в общем, даже если там какой-то сложный любовный треугольник, то пусть сами разбираются. Нас интересует коррупция. И вот как раз мы переходим к тому, что спрятано от нашего с вами взгляда. Первым тревожным звоночком стала недавно опубликованная в одном из телеграм-каналов информация о квартире Родионовой на Лазурном побережье во Франции. Прямо сильно тревожный звоночек, особенно учитывая, что новая пишет о том, что чиновница Родионова летала в Ниццу более 40 раз за последние 3 с лишним года. Ей бы, конечно, по-хорошему 40 раз в шиес слетать, но летала она почему-то в Ниццу. Мы перепроверили, заказали все выписки и все действительно так. Квартира куплена в 2017 году, оформлена на фирму родителей. Вот такой очень симпатичный дом, вид на море, прямо в гуще красивой жизни между Ниццей и Каннами. Квартиру приобрели за полмиллиона евро. Полмиллиона евро по курсу на месяц покупки это 33 с лишним миллиона рублей. И вы знаете, если бы дело ограничилось этим, ну можно было бы, наверное, сказать, да и бог с ней, с этой Родионовой и ее французской недвижимостью. Ну может быть реально все люди продали, взяли кредиты и исполнили мечту своей жизни. Пенсия на море и свежий круассан каждое утро. Но, конечно же, дело этим не ограничилось. По этому же французскому адресу мы обнаружили вторую ранее неизвестную фирму, связанную с Родионовыми. Она была создана тогда же, когда и фирма родителей. Но акционер там жена московского прокурора Родионова, по совместительству брата Светланы. На эту фирму записана еще одна квартира во Франции, судя по уставу, в этом же доме. Пока мы не можем сказать, какая именно и за сколько она куплена, но как только дождемся документов, все обязательно расскажем. А пока изучаем то, что есть. Во французских документах указан адрес родителей Родионовых в Москве, в Фурманном переулке. И сразу же выясняется, что на французскую квартиру по сусекам не наскребали. Квартира 120 метров в центре Москвы до сих пор в собственности мамы Светланы Родионовой Татьяны. И стоит такая 86 миллионов рублей минимум. Это не какое-то там наследство от бабушки. Это относительно свежая покупка. 2011 год. В собственности у этой же самой мамы мы обнаружили еще одну квартиру, которую тоже, вы удивитесь, не понадобилось продавать, чтобы купить недвижимость в Ницце. Это огромная, 189-метровая квартира в одном из самых элитных и узнаваемых жилых комплексов Москвы на Цветном бульваре. Тут живет заместитель Собянина и главный жулик мэрии Петр Бирюков. Тут живут телепропагандисты Киселев и Габрелянов. Тут владеет огромным помещением для ресторана заместительница Собянина Наталья Сергунина. Ну видите, какой хороший дом. Постоянно попадает в наше расследование. Вот есть в Москве дом писателей, а есть дом жуликов. И в нем квартира матери нашей сегодняшней скромной чиновницы Родионовой. Такая квартира стоит около 210 миллионов рублей. Куплена через три года после квартиры в Фурманном переулке в 2014 году. В тот момент, когда ее дочь заведовала проверками нефтяных компаний в Ростехнадзоре. А сына вот тогда только-только назначили заместителем московского прокурора. Ну а дальше? Дальше начинаются вообще чудеса. Мы заказываем выписки на несколько соседних квартир вот в этом жилом комплексе. Буквально изучить хотим соседей по этажу. И обнаруживаем еще одну квартиру. 162 метра, купленную в 2018 году отцом Светланы Родионовой Геннадием. И это еще 180 миллионов. Мы оглядываемся по сторонам и тут замечаем неожиданно третью квартиру. Опять 160-метровую и снова в собственности у пенсионера Родионова Геннадия Григорьевича. Чтобы вы не думали, что мы ошиблись или подкинули вам каких-то однофамильцев. Смотрите, квартира в Фурманном переулке задекларирована в пользовании у московского прокурора брата Родионовой. А одна из квартир в легендах Цветного в пользовании у его детей. То есть все доказано очень четко. Посмотрите, это вид, открывающийся из трех квартир Родионовых на Цветном бульваре. Это не просто какая-то московская недвижимость. Это лучшая московская недвижимость. Самая статусная, самая элитная. И принадлежит она не каким-то олигархам или бизнесменам, а пожилым родителям двух чиновников. Суммарного годового дохода этих чиновников хватит максимум на 5-6 квадратных метров в этом доме. И даже вряд ли на гаражное место. Кстати, пока мы не уехали слишком далеко от жилого комплекса на Цветном бульваре, ровно между квартирами отца и мамы Родионовой мы нашли еще одно. 194 квадратных метра. Она принадлежит тому самому Антону Устинову, с которым так часто связывают Родионова. В 2014 году, когда Устинов работал советником Путина, его мама, 58-летняя Наталья Серова, стала собственницей этой квартиры за 215 миллионов рублей. Она купила ее почти одновременно с тем, как квартиру приобрела мама Родионовой. А буквально пару месяцев назад, ну теперь-то Устинов в Сагазе, теперь можно, апартаменты переоформили на него самого. Возвращаясь к семье чиновницы Родионовой, надо подвести итог. У ее родителей-пенсионеров мы обнаружили 4 квартиры в Москве на 655 миллионов рублей. Ну и в Ницце еще на 40 миллионов. Добавляем подмосковную дачу, которая у пенсионеров тоже есть. Дом 600 метров и участок 34 сотки. И получается 720 миллионов. Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких-то сомнений говорить. Украла. Или получила в виде взяток за что-то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела вот таким вот девственным образом, которым она выглядит сейчас. Так мало того, кроме упомянутых 4 квартир, в собственности ее родителей были еще 2 московские квартиры общей площадью 230 метров, приобретенные и проданные в течение нескольких месяцев после покупок. Это еще несколько сот миллионов. Ну то есть похоже, что им, я не знаю, буквально квартирами дают взятки. Посмотрите эти фотографии. Это огромные пакеты, набитые деньгами. Коробки с долларами и чемоданы с часами. Фотографии сделаны дома и в офисе у бывшего подчиненного Родионовой, главы регионального Ростехнадзора по северо-западному округу Григория Слабикова. Он, как и его коллега, наша сегодняшняя героиня, декларировал очень скромный доход. Полтора миллиона рублей. Дома у него нашли миллиард наличными. И это просто подчиненный Родионовой, причем не самый высокопоставленный подчиненный. Теперь представьте себе, сколько отстегнет Потанин и напрямую в Кремль, и Родионовой, чтобы замять скандал в Норильске. В любой другой стране Потанин перестал бы быть олигархом. Такие огромные штрафы его заставили бы заплатить. А у нас, не сомневайтесь, договориться. Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены вашим здоровьем. Вы в Челябинске или в Красноярске кашляете от смога, потому что предприятие, вместо того, чтобы ставить очистные сооружения, просто несет взятки Родионовой. Ваши дети в Вологодской области пьют воду, от которой крошатся зубы. Но ведомство Родионовой шевельнется лишь для того, чтобы ей в качестве взятки купили еще одну квартиру. Вы в Москве будете гулять за ручку с детьми, а в спину вам будет дуть теплый воздух с мусоросжигающего завода. Но прибор инспектора никогда не покажет превышение, потому что кое-кому купили еще одну квартиру в комплексе Легенды Цветного. Власть Путина состоит из воров. И сейчас они тащат вас на липовое голосование, чтобы обнулить сроки Путина и сделать его пожизненным царем. Не признавайте обнуление сроков Путина. Не участвуйте в этом мошенничестве. Или если уж вас заставляют участвовать, голосуйте против. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.